всем привет мы с вами начинаем новый влог сегодня у нас понедельник 29 мая у меня осталось ровно 12 минут до клиентки сейчас быстренько побегу переодеваться ну еще сегодня у меня одна один маникюр и потом буду мыть окно роботом-мойщиком окон дома уже все помыла многие просили его показать в инстаграме поэтому покажу и здесь может быть для кого-то это будет актуальная информация ну а вчера я уже сделала полностью выкраску тестирование выкраска будет на канале чуть позже сейчас я собираю работы с этими цветами на клиентах но и потом уже оставлю отзыв будет много обзоров много выкрасок очень много сочных новых оттенков а и 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 Всем привет! Сегодня у нас вторник, уже 12.25, в 10.30 у меня была клиентка, вот за час сорок мы справились. Только вчера я вам показывала, что я помыла окно, а сегодня у нас уже дождь, окно всё в ужасном состоянии, снова всё грязное, снова везде капли. Мне очень с этим, конечно, повезло, даже сутки оно у меня не простояло, чистое, но ничего страшного, отпилила, сделали новую базу, скоро я вам, конечно же, всё это покажу, расскажу и придумала уже себе красивый маникюрчик. Итак, как обычно, подготовка ногтей, база, эластик, гель я использовала American Creator Construction, он у меня заканчивается так, что как раз-таки его используют. Цвет у меня новая база, эльпаза, неоновая номер 5 и топ-бункер от SOTA с ультрафиолетовым фильтром. Субтитры делал DimaTorzok 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 В общем-то, каждый день на противоаллергенных таблеточках. Ну а вчера я работала, вчера не снимала себя, было три процедуры, сначала маникюр, потом педикюр, потом опять маникюр. Ну а сегодня у меня такой день, что я сейчас на работе, у меня сейчас одна клиентка постоянная на маникюр, а после этого я еду в деревню, там у меня не будет связи, но если что-то получится в дороге поснимать, я вам поснимаю, потом во влоге покажу. Ну и теперь рабочий день у меня только в понедельник, а сегодня у нас пятница, второе июня. У меня сестра сейчас в девятом классе, как раз таки начались ОГЭ, экзамены, сегодня у нас первый экзамен, так что держим кулачки, надеюсь, что скоро уже напишут, экзамен только начался, ну через 10 минут начнется, так что часа через два, надеюсь, уже будет какая-то информация, что она уже отмучилась и оттуда вышла. Совсем забыла же вам показать, вот такие кисточки забрала с Велбереса, уже их заказывала, сейчас откроем, посмотрим, и я уже буду как раз таки их использовать. Свои выкину, у меня абсолютно такие же были, но им уже пришел конец. Очень удобные тонкие кисти, их не нужно выстрелять, конечно, френч я ими не рисую, но именно гель подводить, либо, там, не знаю, гель-лак, например, можно. Здесь транспортировочный клей, все, уже его нет, я убрала. Это самый длинный ворс. Потом черная и потом уже золотая. Ну что, перейдем теперь к долгожданной распаковке, многие ждали это видео, как раз таки я разделила базы по коллекциям, и теперь в каждом видео буду вам показывать новые обзоры, новую выкраску. Сейчас у меня камуфлирующие раббор базы от фирмы Эльпаза, хороший большой объем, мы рассмотрим их все, заранее скажу, мне понравилось и качество, и консистенция, и носкость этих баз, я уже это протестировала. Номер один, классический молочный оттенок, без каких-либо блесток, хорошо самовыравниваются, и никаких проблем в нанесении не возникает. Как вы знаете, я люблю, когда базы довольно-таки плотные, свободный край, чтобы видно не было, когда мы работаем на ручках, и все типсы я довожу всегда до идеала, но здесь, так как они хорошо самовыравниваются, я только хорошо подровняла материал к торцу и к боковушкам у этой типсы, и все прекрасно у меня разровнялось. Специально проверяла прозрачность баз на своих ногтях, как раз-таки это видно, что молочный совершенно у нас не просвечивает, ну а здесь номер два, он уже с небольшим количеством шиммера, смотрится довольно деликатно, но я вот думаю, что на солнышке для любителей молочки, и кто любит небольшой такой шиммер, как раз-таки эта база будет очень кстати. По жесткости, если нужно, мы с вами обязательно базы эти проверим, но уже в следующих видео, потому что здесь обзор будет довольно большой, коллекция из восьми оттенков. Номер три. Для любителей, кто любит делать френч, именно на нежно-таком розовом, немного выбеленном оттенке, вот это как раз-таки именно тот оттенок. Как оказалось, не все любят френч на таком розовом, например, я отношусь к тем клиентам, которые именно классический розовый оттенок не любят. Я вообще розовый не очень люблю, но вот здесь, так как он такой холодный, с белым каким-то подтоном, то он прекрасно может подойти и для френча. Также у меня сейчас номер четыре, это у нас с добавлением сиреневого оттенка, как раз-таки в горлышке сейчас было видно, что какой на самом деле там оттенок, базы все выравниваются хорошо, чуть-чуть припекали в лампе, я положила пальчик под типсу, было ощущение небольшого тепла, но я думаю, что на клиентах это будет не критично. Номер пять. Здесь у нас такой беж, может быть даже с добавлением чуть-чуть холодного белого оттенка, довольно плотный цвет. Не уверена, что он будет хорошо для френча, но для любителей, кто совсем не любит розовый, это будет цвет как раз-таки под тон кожи. Я думаю, что так же будет пользоваться популярностью. Как только коллекция этих оттенков появилась у меня на рабочем месте, клиенты сразу стали выбирать. Так что думаю, что как раз-таки для вас это будет тоже очень кстати. Давно вы меня спрашивали именно базы камуфлирующие, а не гели, как я обычно показываю. Показываю так, что как раз-таки сейчас именно такой обзор. Следующий наш оттенок чуть-чуть потемнее, также плотный. И здесь есть капелька такого персикового оттенка, что придает, мне кажется, немного загорелый такой вид нашим ногтям и коже. И в качестве какого-нибудь фона под дизайн, почему бы и нет. Базы все одинаковой консистенции, хорошо самовыравниваются. Я, кстати, на типсе очень редко хорошо умею выравнивать материалы, но эти справились хорошо, плюс типсы я немного запилила. Но вот этот оттенок номер 7, наверное, будет самым популярным из этой коллекции после молочки, потому что именно такой вот немного кофейный оттенок у меня всегда выбирают клиенты. Что это гель, что это герлак, что это база. Почему-то именно этот оттенок нравится всем, так что обязательно советую его к покупке. Все типсы я довожу до идеала, потом покажу, как это уже будет выглядеть вместе с перекрытием топом. И еще один оттенок, также не менее популярный, номер 8. Он чуточку темнее, чем предыдущий и немного холоднее, чем предыдущий. Но я его также уже делала на ручках, делала на ножках. У меня сейчас очень много клиентов, любителей камуфляжей на ножках, потому что отрастает не видно и прекрасно можно носить. Я уже работала и базами камуфлирующими на ногах. Даже в тонкий слой все хорошо перекрывается. Обычно я делаю сначала тоненький слой, потом сушу, потом делаю второй слой, уже чуточку потолще. Но так как первый я делала тоненький, то у меня как раз таки все хорошо перекрывается. Показываю вам по порядку все оттенки. Также напоминаю, что у меня есть промо-код на скидку в 10% по фамилии. Все оставлю обязательно в описании под этим видео. Ну а также в группе во Вконтакте El Pazashop сейчас проходит конкурс. Разыгрывается сертификат на 1500 рублей. Нужно быть подписанным на группу, сделать репост и оставить комментарий. Ссылочку на группу я оставляю для вас в описании под видео. Обязательно участвуйте и выигрывайте. Подписывайтесь на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok. Подписывайтесь на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Смотри, на дно голову пускается, там надеется. Смотри, на дно голову пускается.